Это Елена Прекрасная, легендарная героиня, из-за которой греки с троянцами дрались 10 лет. Три богини Олимпа не могли решить, кто из них краша, и спросили Париса. Тот назвал Афродиту, потому что она пообещала ему взамен любовь к самой прекрасной женщине, то есть Елене. Правда, Елена уже была замужем, поэтому Парис не придумал ничего лучше, как украсть ее благоверного. Так началась Троянская война, а Елена Прекрасная вошла в культурный код, как роковая красавица. Обычно ее изображают изящной или действительно роковой. Вот, например, Данто Рассетти пишет Елену, как слиток чистого золота с диким огнем в глазах. А что здесь? Надутые губы, детский взгляд из-под лобья. О чем вообще этот странный образ? Все скрытое проясняет детали. Во-первых, цветы. Пион в волосах Елены указывает на ее кротость, а синяя горячавка – символ честности. Так что Елена здесь не виновница, а жертва ситуации. Ведь, если подумать, не она управляла своей судьбой. В 12 лет ее похитил Тесей, потом отец выдал замуж за Менилай, а потом Парис украл ее и взял в жены, а потом его брат Диафоб, а потом снова Менилай. Так что этим баллом длиной в жизнь по большому счету правили только мужики. Отсюда этот по-детски обиженный взгляд, робкая нагота и бусики в форме щитов и пенисов.